Рассказывают, что в кабинете Нобелевского лауреата Нильса Бора висела лошадиная подкова. И когда кто-то, увидев ее, спросил Бора, вы что, суверенны? Тот ответил, Боже упаси! Конечно, нет. Но я слышал, что лошадиная подкова приносит счастье, даже если вы в это не верите. Суверия сопровождают человечество уже тысячи лет. Они существовали и для просвещения, продолжают существовать и в век науки и технологий. В чем причина этого явления? Почему суеверия столь сильны? Мы еще не познали всю природу. Существует множество сил, которые действуют скрытно. Иногда мы их вдруг обнаруживаем и не знаем, что с ними делать. Поэтому мы верим в различные вещи, которые помогают нам находиться в уверенности, что мы контролируем ситуацию. Вот это и есть суеверия. То есть это просто отсутствие знаний о силах природы? Да. Как Каббала рекомендует справляться с независимым? Прежде всего, у человека должна быть вера в любовь, в силу единства. Творец, это единая сила, объединяющая все в единую систему и поддерживающая жизнь во всех частях творения. И если я тоже присоединяюсь к этой силе, которая объединяет все в единое целое, то я двигаюсь в правильном направлении. Тогда в чем разница между суеверием и верой в ту силу, о которой вы говорите? Суеверие означает, что я не вижу ни причин, ни результата. Это чисто психологическое воздействие. А вера в силу, о которой вы говорили? Это уже не психология. Это рациональная сила любви ближнему. Сила единства. Это высшая сила природы. Это рациональный принцип, который обязывает меня действовать определенным образом на нашем мире. Согласно Хабале, если человек руководствуется силой любви, это будет его оберегать. Да, потому что вся природа существует за счет силы любви и единства. И если человек хочет быть частью этой силы, он привлекает на себя ее воздействие. И тогда ему не нужны будут суеверия, не будут страха перед различными вещами. Нет. Это называется «не создавайте себе башку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова